Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня это будет обзор и тест в такой вот палетке от Morphe. Я уже показывала эту палетку, многие ждали, я снимала сводчи уже с этой палетки и хочу сегодня сделать макияж и показать вам, собственно, как работают эти тени. Немножечко истории про бренд Morphe. Он очень популярный в Америке, просто супер популярный, но больше он популярный не потому, что у него там что-то такое супер-пупер. То есть у многих крупных ютуберов есть какой-то свой личный промо-код и они всячески продвигают бренд Morphe и говорят, используйте мой код, используйте мой код. А когда вы используете код, то вы как клиент получаете минус, по-моему, 15%, ну и, соответственно, какую-то комиссию получает ютубер. Ничего плохого в этом нет, это совершенно стандартная практика, но просто немножечко слишком, немножечко слишком много Morphe. Тем более у Morphe, если погуглить их состав, я уже говорила об этом в своем видео первом, в котором я показывала эту палетку, то если вы гуглите состав, то вам выдает все тени, у которых точно такой же состав. И выдает состав теней с Алиэкспресс. Ну, палетка тоже, в принципе, кстати, очень похожа и многие кисти похожи на товары с Алиэкспресс и много всяких таких штук, которые просто заказали в Китае, нашлепали свое имя. Это не то, что какой-то негатив или что-то такое, просто я вам рассказываю факты, а это как бы факт. Morphe не скрывает, что они производят в Китае, безусловно, им надо отдать должное, что они разрослись в огромный бренд по всей Америке, по всему миру. Они не делают доставку напрямую в Россию, ну и Morphe очень хорошая цена, около 30 долларов без скидки, по-моему, стоят палетки вот такого плана. То есть эти палетки, я знаю, что их любят многие и для себя, и многие начинающие визажисты их используют, потому что здесь действительно достаточно большая палитра. Единственное, у меня небольшая претензия к этой палетке, у меня 35F, мне вот реально кажется, как будто слишком много одинаковых цветов, как будто, вот знаете, смотришь и глазу не за что зацепиться. Еще у меня здесь есть палетка румян, тоже как-нибудь мы ее попробуем, румяна у меня в оттенке 9B. Я сразу скажу, я была приятно удивлена свотчами. Давайте мы сначала сейчас посмотрим свотчи, а потом уже нанесение, и потом еще немножечко поговорим про качество нанесения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На первый взгляд палетка очень неплоха, то есть здесь есть вот такая вот супер нейтральная растяжка матовых оттенков, а остальные все шиммерные. Мне кажется, это очень удобно, очень продуманно, но для устранения подброви тут нет оттенка, к сожалению, потому что вот этот будет темноват. Вот, давайте я вот его наберу на кисть, хорошо достаточно набирается, и нанесу его на все подвижный, неподвижный век, в общем, везде. Я уже подготовила глаза к нанесению с помощью праймера от Urban Decay. Как ни странно, тени работают очень неплохо, ну, просто как хорошие какие-то матовые тени. Ну, не хорошие такие, нормальные. Ну, давайте, наверное, мы что-нибудь красненькое, да, какое-то такое красивенькое сделаем. Давайте я сейчас возьму вот этот оттенок и им затемню складку. Честно говоря, у меня предвзятое отношение к морфе, потому что я хочу кричать, что ой, фу, Алиэкспресс, фу-фу-фу, но что-то пока вообще не фу. Ну, вы же видите, да, я же вас не обманываю, видите, нормально растушевывается. То есть, помните, какие оттенки меня больше всего на свочах впечатлили. По-моему, вот этот мне очень понравился и вот этот. Да, наверное, вот они наши победители. Только не знаю, прицепятся ли вот эти вот металлические такие тени просто к матовым теням другим. Просто бывает, что, знаете, такие тени, они цепляются только на влажном методом. Ну, давайте попробуем. Видите, да, вот это вот золото? Ну, вот сейчас на глазах я вижу, что там проблескивают такие крупноватые блестки, но в целом вот этот вот оттенок, он прям набирается, как вот металл, как, знаете, как сейчас вот Foiled Eyeshadow, который, как фольга, он прям набирается прям мощно и на кисть, и на век. Вы смотрите, как кистью передается. Ну, надо дать должное еще, что ничего не сыпется, то есть все пока нормально. Ни матовые не сыпались, ни эти не сыпятся. Дальше я возьму чуточку вот этого оттенка, потому что я хочу из этого оттенка перейти в этот, и вот это такое розовое золото прям на границу его капельку нанесу. Тушуются вообще нормально, кстати, между собой. На внешний угол наношу вот этот оттенок. Они все какие-то мягчайшие, они все как вот Foiled, знаете. Кстати, может быть 35F, может быть F это для Foiled. Ну, тут уже я виновата, тут уже я слишком много набрала и чуть-чуть посыпалась. Красный я чуть-чуть подтушевываю наверх и в складку его дополнительно завожу. И мне кажется, что это не просто шиммерные тени, что это именно Foiled. Именно вот такие, как фольга, то есть это полукремовые, полусухие тени. Нижний век оформлю вот таким вот черным оттенком. Вот черный, кстати, так себе. Знаете, без чего нет макияжа американских блогеров? Без стрелки. Сейчас я добавлю стрелку. У меня магическим образом появились ресницы на глазах. Я их приклеила, скажу вам честно. Я добавлю еще в растушевку нижнего века вот этого оттенка. В общем, погуглила я про эту палетку. Она называется Fall into Frost Palette, то есть из-за осени в мороз. И действительно здесь металлические вот эти вот тени, они, то есть Foiled, то есть они как фольга. И они действительно прям вот как мокрые ощущаются. И именно поэтому на сводчах я ими была настолько сильно впечатлена, потому что я думала, что это обычные шиммеры. Но нет, это не обычные шиммеры. Это именно прям вот металлики. То есть это текстура такая полукремовая. Мне теперь очень интересно попробовать обычные металлики у них, потому что это все-таки какая-то несколько экстраординарная палетка. И здесь мне не понравился, по-моему, только вот этот вот оттенок. И именно когда я снимала первое видео, там показывала эту палетку, я в него залезла пальцем. И он какой-то не очень внятный был на сводче. Он, собственно, так и остался невнятным на сводче. Что в палетке Kylie Cosmetics Burgundy, что здесь вот этот оттенок, он очень сильно проигрывает всем остальным. Мне очень нравится вот этот вот оттенок. Не сюрприз. Я, как обычно, по бронзовым оттенкам. Вот это золото очень красивое. Много хороших оттенков, действительно. То есть это в основном такие оттенки, знаете, чтобы вот их раскладывать по всему подвижному веку. Конечно, вот так вот заморачиваться и делать с ними переходы не надо, потому что они начинают сыпаться. То есть в один раз набрали, и все, и раскладываете по всему подвижному веку. И это будет прям супер. Здесь, я так понимаю, смысл палетки такой, что вы берете вот эти вот все основные цвета. С ними делаете просто стандартную какую-то стандартную скульптуру. Ну, то есть там затемняете уголок, складку. Ну, вот все вот эти вот стандартные абсолютно вещи. И потом вы берете какой-то оттенок, и его бац-бац-бац-бац-бац-бац на все подвижное веко. Мне не хватает лично в этой палетке какого-то мягкого хотя бы одного сатинового оттенка, которым можно было бы сделать до сцепления под брови. Просто вот у этих всех теней у них слишком сильная пагментация. Видите, малюсенький сводч, сколько набирается. Но я могу, конечно, попробовать вот, например, вот такого вот оттенка чуть-чуть нанести под бровь. Но как-то, ну, не знаю. Он все равно слишком там металлический. И получается прям такой бамс-эффект. То есть прям очень видно, что я вот высадила под бровью. Видите, я совсем его чуть-чуть добавила. Он прям бьет в глаза. Ну, давайте уж на внутренний тогда уголочек чуть-чуть добавим, раз уж бьем по глазам. И это сейчас безумно модно. Вот эта тема Foiled Eyeshadows. Вот я не знаю, как это по-русски вообще называют. Скажите мне, пожалуйста, я хоть буду знать. В целом я хотела сделать это разоблашительным видео, но не получилось, потому что мне реально понравилась эта палетка. Действительно, вот это неплохой вариант. Матовые тени, они, ну, как бы средние. То есть они не супер. Ну, они абсолютно нормальные. С ними можно сделать макияж. Черный, отстойный, потому что он какой-то, ну, вообще не черный. Какой-то полусерый. Рожий черный матовый. Сложно, видимо, как-то сделать, потому что во многих палетках он какой-то поганый очень. И в целом я могу сказать, что за свои деньги это отличная палетка. Но очень хочу теперь заказать парочку палеток у Morphe и потестировать качество полностью матовых палеток и шиммерных палеток. Потому что все-таки вот эти вот тени, они прям классные. Ну, не все, конечно. Некоторые более классные, некоторые менее классные. Но в целом я скажу, что за свои деньги это действительно хороший вариант. И еще забыла сказать, что мне кажется, вот такая вот палетка, это очень классный вариант для начинающего, например, визажиста. Да, в принципе, и для работающего визажиста это хороший вариант. Потому что такого количества вот этих вот фойл-теней в такой самой модной сейчас цветовой гамме вообще нигде, наверное, не найдешь. Ну, в общем, это хорошая палетка, я считаю. Давайте попробуем какой-то оттенок румян. Честно говоря, с вочами я вообще не впечатлена. И каким-то тестом я тоже не очень впечатлена. Ну, и как бы вот я на работу их не возьму. Вроде хорошая идея, но я почему-то не люблю готовые палитры с румянами. У меня румян вообще, кстати, не супер прям много. У меня есть основные вот базовые цвета. Потому что румяна такая вещь, она очень долго расходуется. И таскать вот это, например, если здесь только один какой-то хороший подходящий цвет, ну, тоже не очень удобно. Мому тону кожи, мне кажется, подойдет неплохо вот такой вот просто базовый оттенок. Набирается на кисть нормально. Да нормально и румяно, нормально смотрится вроде. Легко перенеслись на кожу достаточно. Ну, и как бы румяна и румяна. Для себя я думаю, что нет. Потому что, ну, зачем просто столько оттенков румян, которые вы никогда не сможете носить. Не вижу смысла покупать такие палетки для себя. Для работы, для начинающих, чтобы понять, чтобы определиться вообще с тем, что вам надо. Было бы нормально. Качество нанесения, в принципе, очень даже неплохое. Стойкость у них по-любому будет не очень хорошая, потому что они пальцем стираются. Ну, часа-то на 3-4 точно хватит. Теней пока признаков того, что не сотрутся, нету. Кстати, палетка вот эта стоит 23 доллара. То есть, это примерно где-то 1600-1700 рублей сейчас за 35 цветов. То есть, получается, что здесь каждый рефил, он тоже, наверное, полтора примерно где-то грамма, как у MAC стоит 45 рублей. Это чуть меньше доллара. Но это в разы, в разы, в разы прям ниже, чем какие-то ближайшие конкуренты. Мне просто кажется, что у Morphe раньше были не очень хорошие палетки. А потом в какой-то момент, когда они подзаработали реально денег на оборотах, они смогли просто повысить качество, но не повышают цены, потому что у них за счет гигантских оборотов они могут себе позволить немножечко повысить себестоимость. Но это мне так кажется. Я хочу попробовать действительно другие их палетки и просто посмотреть, что из этого выйдет. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересным. Мы с вами скоро увидимся. До встречи. Всем пока!